Новости с Владиславом Власовым. Здравствуйте, с вами Владислав Власов, в эфире Енисей. Новости, главная тема выпуска. Новости, главная тема выпуска. По крайней мере, в последнюю неделю, которая была, часто спрашивают, когда и что, когда ожидать. Быстро и бесплатно. Красноярцы с коронавирусом получили первые наборы лекарств. Кому они положены? Сейчас мы ее с бутылочки выкармливаем детскими кашками. Каждые 4 часа круглосуточно. Крошка енот. Очаровательные зверьки на ферме на юге края принесли потомство. В чем плюсы и минусы их разведения. Итак, самые первые пациенты получили бесплатные лекарства от коронавируса. Речь идет о тех больных, у которых инфекция протекает относительно легко. И они лечатся амбулаторно. В списке препаратов, которые в случае необходимости доставят на дом, от жаропонижающих до антибиотиков, если, конечно, их назначил врач. Все подробности у Анастасии Тиль. Медицинский шкаф под завязку набит лекарствами. Здесь средства для разжижения крови, таблетки, температуры и, конечно же, антибиотики. Все это бесплатно получат пациенты с легкой формой коронавируса. Таких сейчас больше трех тысяч по всему региону. И с каждым днем становится все больше. Лечатся они дома, но обязательно под наблюдением врачей. Люди уже, по крайней мере, в последнюю неделю, которая была, часто спрашивают, когда и что, когда ожидать. Ну вот, сегодня вот впервые такое. На самом деле, благодарят, потому что, сами знаете, что сейчас, ну, не достать лекарств. И поэтому люди остаются все-таки благодарными. Пакетов с противовирусными сегодня немного. Их получат те пациенты, у которых ковид подтвердился на днях. С утра в поликлинике составляют маршрутный лист, чтобы ковидные бригады и волонтеры как можно быстрее развезли лекарства пациентам. Антиковидную аптечку собирают строго по рецепту, который назначает врач. В стандартном наборе жаропонижающие, противовирусные препараты. В общем, те медикаменты, которые помогут пациенту встать на ноги. Бесплатные медикаменты смогут получить больше 14 тысяч пациентов по всему краю. Терапевт назначает одну из четырех схем лечения, в зависимости от того, как протекает болезнь. В такой противоковидной аптечке могут быть и витамины, и гормоны, и при необходимости коронавир. Это самое дорогое лекарство. Пациенты на дому ведут дневники самонаблюдения и контролируется их состояние как дистанционно, так и очно врачом коронавирусной бригады. Поэтому схемы лечения могут меняться в зависимости от того, как протекает заболевание. Но мы надеемся, что в случае начала лечения вовремя мы избежим осложнений и избежим госпитализации. Это первая и небольшая партия бесплатных лекарств. Пока в перечне пять видов препаратов. 107 миллионов рублей Край получил в этот понедельник. Но начать закупать медикаменты удалось рекордно быстро. Пока их получили красноярские поликлиники, постепенно пополнять запасы начнут и во всех остальных больницах Край. В сложной ситуации реальной пандемии врачам помогают медики-волонтеры. В Каннске, например, студентов местного медицинского колледжа посадили в регистратуры поликлиник. Там сейчас острая нехватка кадров. Они также ухаживают за больными в стационаре и даже готовятся к работе в ковидных бригадах. Наш корреспондент Анастасия Мосина пообщалась с ребятами. Только с утра около 60 москов на коронавирус. В процедурном кабинете 2-й городской поликлиники в Каннске работают волонтеры. Почти треть опытного медперсонала на больничном. Чтобы вовремя диагностировать больных, прибегли к помощи студентов медколледжа. Для забора анализов их даже отправляют на дом к пациентам. В день бывает по 100 человек надо ездить. Это очень сложно. Я вот ездил два дня уже, и это прям загружено. Первая бригада едет с 9 до часу, а потом вторая уже где-то с 2 и там уже пока не закончится. Нужна помощь и в регистратуре. Волонтеры принимают звонки. Их здесь тоже сотни в день. Оформляют льготные рецепты и берут на себя часть другой бумажной работы. Из-за дефицита врачей здесь еще несколько дней назад можно было наблюдать длинные очереди. Сейчас ситуация стабилизировалась. Участковых терапевтов и узких специалистов по-прежнему не хватает. Но, по крайней мере, первичный прием проходит в плановом режиме. Сейчас полегче, но не знаем, что дальше будет. Слава богу, что нет очередей, что нет ничего. И мы счастливые. Студенты помогают. И наши медики такие отважные, что они не отчаиваются. Работают до скольки надо. Никто сейчас рабочее время не устанавливает. Сколько надо, все столько и работают. Смена у добровольцев длится от 4 до 8 часов. А вот старшекурсники, которые ухаживают за тяжелыми больными в стационаре и реанимации, дежурят сутками. Мира уже месяц работает в палате интенсивной терапии. Не так давно девушку трудоустроили. И готовят для работы в красной зоне. В составе ковидной бригады она отправится в госпиталь. Там плечо к плечу будет работать с врачами с многолетним стажем. Понимая, что осталось совсем чуть-чуть до входа туда, немножко иногда потряхивает. Нужны люди, кто-то должен работать. На призыв помочь врачам в Каннске откликнулись выше сотни волонтеров-медиков. И еще столько же студентов других учебных заведений помогают оказывать помощь пожилым и маломобильным жителям. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей. Новости. А теперь к данным оперативного штаба. И здесь, увы, новые антирекорды. За минувшие сутки в Крае скончались еще 17 человек. Растет и число заболевших. Диагноз подтвердился у 330 человек. Из них 83. Это жители Красноярска. Плюс 23 новых пациентов в Норильске. В Ачинске 20. 19 в Енисейске. Выздоровели при этом 324 человека. Темп прироста по-прежнему составляет 1,1%. Сейчас Красноярский край на седьмом месте по регистрации новых случаев COVID-19 за сутки. Тем временем в Красноярском крае самый большой в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. По крайней мере об этом сообщил директор научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии из Петербурга Арек Таталян. Согласно исследованиям, которые проводились в сентябре и октябре Роспотребнадзором, иммунитет есть у 65% населения нашего региона. На втором месте Астраханская область – 52%. Для сравнения в Московской и Ленинградской областях – от 40 до 46. Страшная авария в Березовском районе. На трассе Красноярск-Железногорск столкнулись иномарка и маршрутный автобус. Есть погибшие. По предварительной информации водитель легковушки выехал навстречу, где на полном ходу врезался в микроавтобус. Удар был такой силы, что правую сторону японского автомобиля смяло как бумагу. Машину отбросило на обочину водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Еще одну женщину доставили в больницу. В микроавтобусе находились 10 человек. Их на месте осмотрели медики. Госпитализация никому не понадобилась. На место также выезжали спасатели. Они помогали доставать людей из искореженной легковушки. По неизвестным пока причинам автомобиль Тойота вынесло на полосу встречного движения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погибло на месте два пассажира и водителя автомобиля Тойота. Проведено медицинское обследование пяти пассажиров автобуса. На момент ДТП как раз еще был снег. Предварительно есть информация о том, что они здесь проводили свои работы. Подтверждается ГЛОНАСС. Но в дальнейшем будет все равно даваться еще оценка своей временности принятия мер по дорожным условиям. Из-за этой аварии несколько часов движение на участке дороги Красноярск-Железногорск было затруднено. Машины пускали только по одной полосе. К тому же еще одна авария произошла около поселка Березовка. Там столкнулись две фуры. Дорога на Иркутск была полностью перекрыта. Пробка растянулась до въезда в Красноярск. Как сообщают очевидцы, на дороге с утра была сильная гололедица. Смертельная авария произошла и под Минусинском. В районе села Тесь нетрезвый мужчина съехал в кювет на трассе. Машину опрокинуло. Вместе с ним в автомобиле находилась 9-летняя дочь. Девочка скончалась от полученных травм на месте. Как выяснили сотрудники ГИБДД, виновник аварии никогда не получал водительского удостоверения. А в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. В его крови нашли 0,74 промилле. Это примерно полтора литра слабоалкогольного напитка. Сам же нарушитель рассказал полицейским, что просто отвлекся на телефон. Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Демонтаж знаковой стелы на въезде в Красноярск превратился в целую спецоперацию. Прямо пятница, 13-е в действие. Мы следили за этой историей с самого начала. К работам по переносу конструкции со словом «Красноярск». Приступили еще накануне. Изначально планировалось завершить все к утру. Однако сделать это не удалось из-за снегопада. О переносе сроков сноса и перекрытия дороги сообщили в администрации Красноярска. Днем спецбригады все-таки демонтировали стелу и погрузили ее на трал. Но вывезти ее удалось только вечером. Вообще же стелу Красноярск решили перенести в связи с реконструкцией федеральной трассы на новый участок при въезде в Красноярск. Недалеко от Дрокинской горы. Она представляет для горожан историческую и культурную ценность. Мне кажется, не только мое поколение, но и красноярцы помоложе считают эту стелу реально знаковой. Это уникальное сооружение, спроектированное нашими красноярскими инженерами. Его, конечно же, очень важно сохранить. Александр Ус жестко раскритиковал работу Министерства транспорта и заявил, что в крайнем случае дело может дойти до кадровых перестановок. Глава региона остался недоволен тем, что работа по благоустройству придорожного сервиса идет со скрипом. Подробности в репортаже Анастасия Тиль. Меня первое кафе очень устраивает. У них немножко подешевле и вкусно готовят. Придорожные кафе уставших путников приглашают остановиться густым дымом от мангалов. Одним только вкусно и дешево водителей теперь заманить трудно. Нужно, чтобы и парковка была удобной, и мобильная связь хорошо ловила. Старожилы бизнеса признаются, навести красоту стараются всеми силами. Мы здесь, я не знаю, какие-то не миллионеры, чтобы потихоньку стараемся делать. Фасад все поменяли, стараемся, что одинаково все красиво выглядит, все современно. Ну, в этом году очень сложно, очень сложно. В идеале такие кафе должны стать максимально комфортными для водителя, особенно на популярном среди туристов, едущих на Хакасские озера южном направлении. Трафик растет, нужно не только обновлять подобные пункты отдыха, но и строить новые, например, в Емельяновском и Балахтинском районах. Задача минимум сделать приличными фасады, освещение и обязательно теплые туалеты. Те задачи, которые ставят сейчас правительство края перед дорожниками, они немного шире. Они в том числе акцентируют внимание на внешнем виде объекта сервиса, на удобстве внутренних пространств, в том числе и для маломобильных групп. Поэтому здесь компетенции дорожника уже, на самом деле, честно говоря, маловато. Мы в течение этого года собирали совещание, чтобы и вопросы, связанные с внешним видом объектов, тоже подхватить. Мне не нужны отчеты. Мы по дорогам ездим и видим, что там есть. В совещании о том, как сейчас выглядит так называемый придорожный сервис, началось с разбора полетов. Благоустройство идет со скрипом. Дорожники не торопятся с концепцией. Дело еще не дошло до тех задания. Таким подходом глава региона остался, мягко говоря, недоволен. Должен вам сказать абсолютно конкретно. Мы обязательно наведем порядок. Обязательно наведем порядок. Но вы должны понять. Либо с этим составом министерства, либо с другим. Либо с другим. Я обращаюсь к Юрию Анатольевичу Лапшину, чтобы вообще, говорят, бодягу мы закончили. Рассказы про бабушку Берту и про концепцию. И если в течение месяца не появятся конкретные, обязывающие планы, что мы будем не бумаги перебирать, а порядок там наведем хотя бы на нескольких точек, то надо менять состав. На разработку всей необходимой документации, чтобы привести дорожные пункты отдыха в порядок, губернатор дал месяц. И отметил, что сроки это вполне реальные. Это показала подготовка к юбилею Енисейска. Анастасия Тииль, Енисей. Новости. Удобная жизнь в этом году будет определяться близостью салонов КМК в вашем городе. Уют и комфорт ожидают жители Красноярска, Ачинска, Канска, Шарыпова, Абакана, Новокузнецка, Новосибирска. Салон КМК всегда рядом с домом. Всегда удобно. На каждый день. И для особого случая. Коллекции украшений, где каждый найдет что-то для себя или в подарок самому близкому. От классики ювелирной моды до эксклюзивных изделий из золота, серебра и платины. Фирменный магазин «Золотая цепь». Собрание драгоценных премьер от известных брендов и производителей. Секрет экономии прост. Красноярский край, Хакасия, Тыва. Куда бы вы ни поехали, пользуйтесь бонусной картой КНП. Приобрести карту можно на любой АЗС сети. Ее стоимость моментально зачисляется на ваш счет. Получайте бонусы за покупку топлива и товаров в магазинах при АЗС. Один бонус равен 1 рублю. Потратить их можно уже при следующей заправке. Бонусная карта КНП. Просто, выгодно, надежно. Вы смотрите Енисей новости. Мы продолжаем выпуск. Зима все ближе. Штормовые порывы и сильное похолодание. В Красноярске резко меняется погода. После сказочного снежного затишья усилился ветер до 20 метров в секунду. По словам синоптиков, ожидается метель, а столбики термометров поползут вниз. Сильный ветер и в Иландском районе местные жители выкладывают видео. На одном из них по дороге несет торговый павильон. Выходная температура упадет до минус 5 градусов. Причем морозно будет даже днем. Такую погоду в регион принес холодный фронт. Но уже к середине следующей недели он немножко отступит. На нашу территорию выйдет антициклон. Осадка встанет еще меньше. И температура еще немного понизится. Начало следующей недели также ожидает сморозная погода. Но сохранится до середины следующей недели. Похолодание, в общем-то, и понятно. Наоборот, как мне кажется, аномальная утепель в Восточной Сибири выглядит достаточно странно и необычно. И вот, наконец, настоящая зимняя погода пришла в Енисейский район. За ночь дома и улицы старинного города буквально засыпало снегом. Как справляются с обильным снегопадом жители и коммунальные службы, расскажет Андрей Давыдов. Сегодня с самого утра в Енисейске скребут лопаты. За ночь выпало больше 9 сантиметров снега. И теперь и коммунальные службы, и дворники, и владельцы частных домовладений спешат убрать накопившиеся сугробы. Особенно тяжело пожилым людям. Пенсионерка Галина Горлова чистит снег по очереди с мужем. Сначала работает один, когда силы заканчиваются, и ему на смену выходит другой. Ну, он выходил где-то часов около 9, потом я вышла, потом снова он. Вот, часа 3 чистим. В ограде вытаскиваем в огороды. Вот это вот. Недовольны капризами погоды и местные автолюбители. Они говорят, что по многим городским улицам проехать очень сложно. Отвратительно. Отвратительно? Да. А почему? Потому что они чистят улицы. Проехать невозможно нигде. Коммунальщики оправдываются. Убрать снег за раз со всех улиц просто невозможно. Поэтому в первую очередь чистят те улицы, где наиболее интенсивное автомобильное движение. На борьбу с небесными осадками вышли и дорожные службы. В их ведении загородные трассы. Владимир Яричин говорит, что один и тот же участок дороги приходится чистить по нескольку раз в день. Но метель снова и снова все заметает. Я сегодня с утра от Далесибирска до Байкала прошел уже три раза. Так же посыпаем, чистим, разгребаем. Снег идет, конечно. Много снега. Скользкая дорога и плохая видимость уже стали причиной нескольких аварий. Вот, например, этот пазик оказался в Кювете вчера вечером. А этот пассажирский автобус занесло уже сегодня утром. По прогнозам синоптиков, снег в Несейском районе будет идти всю ближайшую неделю. А это значит, что расслабляться ни водителям, ни коммунальным службам нельзя. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Несей. Новости. Без совести и без жалости. Больше 40 собольков были убиты браконьерами в Курагинском районе. Автомобиль подозреваемого в незаконной охоте остановили сотрудники ДПС. При осмотре они обнаружили в салоне шкуры пушного зверька. Мужчина охотился на диких животных, расставляя капканы. У подозреваемого есть разрешение на добычу, но поймать он может не более пяти животных за весь охотничий сезон. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Совести, судя по всему, он лишился давно. В одном из красноярских парков в микрорайоне «Солнечный» разобрали уличные тренажеры. Детали. Благоустройство там закончилось совсем недавно, а уже начали орудовать вандалы. По крайней мере, так решили местные жители. Однако в администрации советского района пояснили, тренажер не сломан, его демонтировал подрядчик, чтобы заменить дефектную деталь. Ее обещают скоро вернуть на место. Но тем временем еще одна качалка под открытым небом появилась в парке «Сипсталь» на улице Кутузова. Там для занятий спортом установили с десяток самых разных тренажеров. С их помощью на свежем воздухе проработать все группы мышц смогут даже новички. В семье енотов из села Сизая родилось потомство. Милые кадры покажем далее в выпуске. Оформление садовых и жилых домов по дачной амнистии. Кадастровая служба «Техплан». Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика «Смайл». Более точная и менее травматичная. Только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Семья начинается с детей. Ребенок нуждается в родителях так же, как цветок в солнечных лучах. Приемная семья дает ребенку почувствовать безусловную любовь и возможность развиваться. Подари свое тепло тому, кто в нем нуждается. Центр развития семейных форм воспитания. Город Красноярск, улица Парижской коммуны, 33. Телефон 212-99-60. Все новости на Енисеи. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем выпуск. Крупнейшая сеть АЗС Красноярского края «Красноярскнефтепродукт» снизила стоимость топлива. Новые цены на стеллах АЗС утром стали приятным подарком для автомобилистов. Конфеты, кофе и трогательные рисунки. Красноярцы решили поддержать медиков добрыми посылками. Волонтерам уже принесли десятки коробок. Со дня на день подарки передадут врачам. Как присоединиться к акции, расскажет Анастасия Тиль. Офиг, молодцы. Это трогательный рисунок от дошколята. А еще в коробке чай, кофе, печенье и такую добрую посылку дети собрали в поддержку красноярским врачам. В коробке частичка души маленьких горожан. Мы как-то быстро организовались и за два дня вот собрали. И детки тоже поучаствовали, нарисовали рисуночек. Врачи молодцы. Без них никуда. Они сейчас находятся в таких красных зонах, закрытые. И поэтому мы все с ними, все. Сладости красноярцы приносили всю неделю. На акцию волонтеров откликнулись десятки горожан. Тяжелые коробки с продуктами врачам передавали и предприниматели. Среди упаковок со вкусностями есть и записки со словами поддержки тем, кто сейчас без отдыха и перерыва работает в красной зоне. Особенно трогательно выглядит то, что приносят сладости простые люди. И оставляют даже записки. Вот здесь у нас есть тоже передачка. Мы ее даже не будем распаковывать и передадим в таком виде. Это акушерка одного из домов принесла посылку для своих же коллег. И написала, что держимся, кто кроме нас. Чтобы присоединиться к этой доброй акции, свои посылки можно передавать волонтерам по адресам, которые указаны на экране. Продукты нужно приносить такие, чтобы их не нужно было хранить в холодильнике и с большим сроком годности. В следующей неделе все пакеты передадут врачам, чтобы они не сомневались. В это непростое для всех время мы вместе. Анастасия Тиль, Енисей. Новости. Крошка-енот Матрешка. В селе Сизая, в доме енотов пополнение. Ручной зверек еще очень маленький, ест из бутылочки и засыпает в обнимку с хозяйкой. Подробнее о пушистом малыше, который точно вас не оставит равнодушными, и его семейке расскажет Ольга Максюшина. Сейчас мы ее с бутылочки выкармливаем детскими кашками. Каждые 4 часа круглосуточно. Этой малышке по кличке Матрешка всего 2 месяца завтракает и обедает она у хозяйки Евгении Антиповой на руках. Бутылочку старается держать самостоятельно в рационе, пока только каши. Через месяц начнут вводить прикорм и твердую пищу. Матрешка сейчас с нами спит. Очень много ей нужно общения с нами, чтобы она была ручная. Если с енотиком мало общаться, они будут не очень контактные, не очень ручные, диковатые будут. Хозяйка говорит, появление на свет малышки стало для них настоящим сюрпризом. Обычно еноты рождаются весной, а матрешка осенью. Сейчас, как и любой ребенок, она предпочитает подвижные игры и ласку. Она меня несколько раз укусила. Просто бегать за ней. Она убегала, как в догонялке. Сейчас в доме енотов более 10 любопытных зверьков. Шестерых хозяйка подготовила к спячке в специальном помещении. У енотов спячка не такая, как у медведей. Если им будет холодно, ну, минусовая температура, они ложатся в спячку, но они становятся вялые. Раз в 2-3 дня они встают, делают свои какие-то дела, немножко кушают, но меньше, чем в обычном состоянии летом. А эти двое с хулиганскими повадками живут в специальной комнате. Здесь с ними можно поиграть. А если позволят, и взять на руки. Пушистые хищники очень любят внимание. Это енот Кевин. Он настоящий артист. Вот так вот прыгая, он выпрашивает, чтобы его погладили. Кевин, хорош, хорош. Вот только общаясь с хищниками, не стоит забывать и правила безопасности. Кевин и да Винчи не любят шум и резкие движения. По соседству в комнате живут белки, а во дворе несколько декоративных кроликов. Хозяйка говорит, пушистые жители избавляют от хандры и заряжают положительными эмоциями надолго. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Что ж, ну позитивным настроением они нас точно зарядили. И это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу, 14 ноября, представляет клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». При предъявлении пенсионного удостоверения скидка 10% на лазерную операцию. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены – признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья – образование тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза за 40 минут. В клинике лазерной хирургии «Варикоза.нет». В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачно. Местами с прояснениями. На части территории пройдет снег. Ночью от минус 14 до минус 29 градусов. Днем от минус 8 до минус 23. В северной группе районов Красноярского края пасмурно. Повсеместно пройдет небольшой снег. Ночная температура минус 8, минус 10 градусов. Днем до минус 5. В восточной части региона преимущественно малооблачная без осадков. Ночью до минус 8. После полудня от минус 5 до минус 2 градусов. В центральных районах Красноярского края переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ночью до минус 10 градусов. После полудня до минус 3. В западной группе облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночью от минус 5 до минус 8 градусов. В светлое время суток 0, минус 4. На юге Красноярского края переменная облачность без осадков. Ночью от минус 9 до минус 1 градуса. Днем до плюс 1. Прогноз погоды в Красноярске представляет официальный дилер «Лада» «Медведь Лада». До конца ноября продлена акция государственной поддержки при покупке нового автомобиля по выгодной цене. В Красноярске 14 ноября переменная облачность без осадков. В темное время суток до минус 7. Днем до минус 1 градуса. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова